Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о пастеризации. Ну, в частности, пастеризации вино. Разберем все вопросы с этим связаны. Надо, не надо, как это делать и в каких случаях. Ну что ж, для начала поговорим с вами о том, что же такое пастеризация. Пастеризация это процесс нагревания. Сейчас мы говорим о вине. До определенных температур, как правило, это разбежка от 55-60 градусов до 80, иногда чуть выше, в течение определенного количества времени. У пастеризации вина есть две цели. Первая это убить микроорганизмы, те, которые там присутствуют. А второе, для чего может быть использован вот этот процесс, это для ускорения созревания вина, для приобретения более стабильных свойств. То есть, функция вот этого процесса может быть двоякая. Ну и разбирать мы с вами будем тоже этот процесс, скажем так, с двух сторон. Ну, давайте изначально поговорим о том, что у нас есть здоровое вино. Абсолютно нормальное, у которого правильно завершили все процессы. Оно отбродило, потом, может быть, было яблочно-молочное брожение. То есть, все процессы завершились, и мы хотим ускорить созревание. Вот в таком случае нам на помощь приходит пастеризация. С одной стороны, мы вот ускоряем это созревание раз. С другой стороны, мы вот этим нагреванием убиваем микроорганизмы, которые уже все, мавра сделала свое дело, мавра может уходить. Они свое дело завершили. И, соответственно, как бы думаем на будущее о том, чтобы ничего там больше не развивалось. То есть, вино не прогоркало, не ожиревало. Ну, много есть всяких болезней вина, которые могут вызываться различными микроорганизмами, которые присутствуют в нем. То есть, мы таким образом работаем, ну, скажем так, на опережение. С одной стороны, ускорили, с другой стороны, обезопасили себя от вот этих всех штук. Ну, и с моей точки зрения, это будет несколько надежнее, чем бесконечно сыпать серу, которая там тоже со временем, она и определенные превращения претерпевает. Ну, мое мнение, кто хочет сыпать серу, пожалуйста, как бы, ваше право. Итак, если мы говорим о здоровом вине, как нам правильно эту самую пастеризацию провести? Первое. Вино должно полностью осветлиться, потому что, когда я рассказывала про осветление, я говорила, что вот в этой всей толще вина там определенные молекулки плавают, они находятся в таком взвешенном состоянии. И когда мы подвергаем температурным воздействиям вот эти вот продукты, там могут происходить определенные химические реакции, которые могут нам подпортить все дело, и вкус вина изменить. Может быть, даже не в лучшую сторону. Соответственно, если мы хотим, сейчас мы помним, да, мы говорим о здоровом вине, когда с ним все хорошо. Если мы хотим ускорить созревание, перестраховаться от определенных неожиданностей, да, значит, мы все равно ждем, пока вино полностью осветлится, пока выпадут все осадки, и только тогда приступаем к пастеризации. При этом еще такой момент, если, например, ну, очень хочется, очень надо по каким-то причинам, да, а вино не осветленное, значит, мы перед пастеризацией делаем оклейку, а уже потом проводим пастеризацию. Напоминаю, почему? Потому что вот эти все белковые вещи, они могут нам вкус изменить, а нам это абсолютно не нужно. Более того, мы можем проводить пастеризацию не просто вот чистого вина, мы можем туда добавить дубовых щепочек, стружечек, и как раз таки еще, поскольку будет процесс нагревания, то отдача вот этих танинов дуба, она будет происходить быстрее, и таким образом мы сделаем наше вино, ну, как бы, еще лучше. Напомню, что мало того, что пастеризация даст нам этот процесс, как бы, ускорения созревания, после этого вина тоже будут более стабильны, чем обычные вина, ну, ввиду чего? Ввиду того, что все ненужное, то, что нам потом может преподнести неприятные сюрпризы, мы убрали. Сейчас вот я расскажу основные вещи, а потом уже приступим непосредственно, ну, как эту самую штуку сделать. Значит, ну, что касается здорового вина, все понятно. Что касается вина нездорового, что я имею в виду под нездоровым вином? Пошла плесень, пошли какие-то пленки, может быть, даже только-только начался процесс уксусного скисания. Если он так уже нормально начался, то оставьте в покое, сделайте себе уксус, ну, будете использовать в кулинарии, да, конечно, жалко, обидно, но, ну, что поделать, уксус пиджи тоже не хочется. Если это на какой-то очень начальной стадии, то, конечно, пастеризация поможет предотвратить пленки, да, я уже сказала, это может быть плесневая пленка, это может быть еще какая-то пленка, пленки могут быть разные, тоже это может помочь. Какие-то там начало прогоркания, ну, что-то такое. И помним, да, я говорила, что вино должно быть там осветленное, оклеенное. Ну, вот у меня в прошлом году реальная ситуация была, когда одна из моих бутылей, ну, там небольшая партия, я знаю, где я допустила ошибку в производстве этого самого вина, и вот пошла такая плесневая пленочка по верху. Я ее сняла, не о каких там оклейках, о том, чтобы оно было прозрачным, то есть вот, момент, у нас сейчас вино подверглось какому-то заболеванию, атаке каких-то вот непонятных этих микробов, ненужных нам. Значит, мы это делаем здесь и сейчас. То есть здесь задача спасти хотя бы что-то, ну, а не думать о том, как там максимально сохранить все вкусовые качества, потому что, ну, вот так, так случилось. То есть там мы уже действуем максимально быстро, чтобы максимально эффективно все это побороть. И понятно, что в таком случае, то есть мы убираем эти пленки, ну, конечно, можно попробовать там на чем возможно профильтровать, что-то еще такое быстренько сделать, но потом уже ставить на пастеризацию. Ну, собственно, теперь переходим к самому процессу. Значит, нам надо температура 55-65 градусов без доступа воздуха. Дело в том, что если у нас будет доступ воздуха к вину, то будут очень сильно ускоряться процессы окисления, а это не очень хорошо. Значит, нам надо без доступа воздуха. Ну, и кроме того, как бы то, что я читала, я потом еще в конце сделала свою ремарку по своему опыту, что я делала в прошлом году. Но пока скажу так, что вот часто говорят, после пастеризации появляется такой вот вареный вкус. Это как раз-таки потому, что все было в открытой какой-то емкости. Крышка, это, ну, особо не спасет, да, все равно есть большая площадь контакта с воздухом и появляется такой вот специфический вареный вкус. Ну, особенно если мы берем, что нам надо вылечить больное вино, это одно. Если мы хорошее вино хотим по каким-то причинам ускорить, то понимаем, что, ну, мы не добиваемся того, чего нам надо, а только ухудшаем вкус. Значит, идеальный вариант какой? Это бутылки. Разлить вино по бутылкам. Но смотрите еще какой нюанс. В промышленности, когда вот это вот все делают, ну, понятно, там все стандартно, корковыми пробками закрывается, сверху уздечки вешают, мюзле металлическое, чтобы пробки не повырывало, потому что где-то может быть еще немножко растворенная углекислота, а еще что-то может подняться давление, и это все... То есть там это закрепляют. Что в домашних условиях рекомендую я? Как мне кажется, это будет, ну, максимально просто. Это использование бутылки с винтовой пробкой. То есть в какой-то момент, например, мы нагреваем, нагреваем, потом пробку чуть-чуть открутили, все, воздух выходить будет, а туда попадать не будет. Быстро, удобно, при том, что, ну, вот эта литровая, она, конечно, не очень удобна, но пол-литровых, я думаю, что вполне сможете найти. Пол-литровых 0,7, да хватает сейчас спиртного с этими винтовыми пробками, я думаю, что у каждого дома, как минимум, пара бутылок найдется. Как мне кажется, вариант, ну, самый простой, самый удобный. Можно, конечно, в банках каких-то ставить, там, в пол-литровых, литровых, но тоже не стремитесь ставить большой объем, его прогреет сложнее. То есть, чем этот объем меньше, тем процесс нагревания, он будет происходить быстрее и равномернее. Ну, конечно, идеальный вариант, то есть наливаем в кастрюльку воды, снизу какую-то подкладываем тряпочку, и на водяной банке, там, бутылочки наши составили, и все. Ну, надо контролировать температуру, значит. То есть, с одной стороны, да, вот такой классный процесс, который вот нам так во всем поможет, но с другой стороны тоже здесь надо подходить к нему разумно. И тоже температуру... Не, ну, можно не контролировать. Можно наблюдать, чтобы вода вот в этой вот кастрюльке не доходила до кипения. То есть, нам не надо, чтобы она кипела. Вот, ну, держать до этого. Хотя, помните, идеальная температура 55-65 градусов, где-то полчаса. Ну, можно, можно какой-то, если дома есть градусник, у меня есть вот такой вот спиртовой на 100 градусов, то есть я им могу замерять, понятно, не внутри, я могу замерять температуру, которая в самой кастрюльке, и держать ее на том же уровне, ну, чуть-чуть больше, да. Если 55-65, то пока прогреется вся эта емкость, где-то 70 я буду поддерживать, ну, будет нормально. Ну, есть еще вот такая вот штука-пирометр, называется, которая вот так вот меряет температуру. Собственно, вот лучик, вот она мне показывает температуру моей руки, точно так же я могу померить температуру бутылки. Ну, это уже такие штуки у кого есть, я ее приобретала немножко там для других целей, а не суть. То есть, если такая штука есть, очень классно, ну, если нет, то хотя бы такой простой спиртовой градусник, ну, до 100, понятно, да, он вам очень сильно поможет, чтобы сделать все правильно. Кроме того, если мы пастеризацию делаем для того, чтобы ускорить созревание, то после пастеризации, ну, помним, не открываем, кстати, сразу бутылки, вот мы их закрыли, поставили, они подогрелись, допустим, их время прошло, мы их выставили, пусть они остынут. Градусов до 20, то есть до комнатной температуры, тогда их можно открыть и перелить там еще куда-то, ну, если в этом есть необходимость. Там еще могут какие-то немножко осадочки подвыпасть, например. То есть, только после того, как оно нормально уже приобретет нормальную температуру. Сразу не открываем, потому что опять те же процессы окисления у нас будут идти. Так вот, значит, для ускорения созревания, ну, как я сказала, бутылки раньше времени не открываем, но если хотим именно ускорить, ускорить, потом эти бутылки, либо мы там сольем всю в общую емкость, классно в температуру переместить, ну, понятно, только чтобы не было резких перепадов, чтобы посуда не треснула, в минус 4. Вот это воздействие тепла и холода, оно будет очень сильно способствовать ускорению созревания вина. Ну, поскольку вот в естественных условиях тут тоже оно там сначала зимой в прохладе, потом в тепле, потом опять наступает зима в прохладе, таким образом мы как бы все это искусственно ускоряем, но греть ли потом еще? Что касается вина больного, которого мы хотели вылечить, то в принципе тут уже, ну, дальше смотрите, держать его еще на холоде или нет. То есть, с одной стороны, вроде бы все довольно просто, но с другой стороны, если у вас определенные объемы вина, понятно, тоже мы берем, если у нас вино заболело, его надо полечить, тут уже никуда не денешься, а если просто хотим что-то ускорить, то для больших объемов ну, не совсем процесс удобный, да, он вроде бы классный, но, например, мне мои там 50-60, чуть больше литров прогнать все через пастеризацию, ну, просто долго, трудоемко, поэтому я этого делать не буду, я могу немножечко потерпеть, подождать, но опять же можно же сделать для себя какую-то маленькую партию, например, которую вот мы сейчас там в ближайшее время планируем потреблять, остальное пусть все дальше выстаивается так, как ему положено. Ну, как обещала, в конце рассказать о своем опыте, что я сделала в прошлом году, когда вот мое вино покрылось плесенью. Значит, тогда я была не настолько начитана, я столкнулась с этим первый раз, ну, и как человек, который когда-то немножечко это все изучал, то есть я решила, что нагревание мне поможет. Я свое вино перелила, ну, понятно, плесневую эту пленку сняла, перелила просто в большую пятилитровую кастрюлю, накрыла крышечкой и довела до такой температуры, когда оно практически, ну, вот, до момента кипения. Оно еще не кипело, но вот близилось к тому. Ну, там даже я не помню, сели оно было закрыто крышкой, либо нет, потом крышкой закрыла, оно чуть постояло в этом всем, перелила, тогда, по-моему, литров 10 его было. Оно вторую партию точно так же запустил. Так вот, помните, вначале я сказала, что если там все в открытых емкостях, тра-та-та, будет такой неприятный уваренный вкус. Либо я волшебница, либо что-то еще, то есть никакого уваренного вкуса у меня не было. И вино это было очень вкусное, очень приятное. Может, плесень его так улучшила, я не знаю. Но оно было очень даже хорошим, без всяких посторонних вкусов, запахов и всего остального. Но, тогда же я не знала теорию, сейчас я уже знаю, то есть, лучше не рискуйте. Понятно, что просто нагреть в какой-то кастрюльке, подержать там на небольших огоньках, это гораздо быстрее, чем возиться с этими бутылками, мерить эти температуры. Но уже, если мы начинаем процесс, то лучше сделать его правильно. Но, опять же, чтобы не рисковать. Потому что, у меня, допустим, вот мне повезло, и мое вино получилось нормальным, а может, получится не очень. Будет обидно, правильно? Поэтому, ну, не рискуйте, лучше сделайте правильно. На этом я с вами прощаюсь. Желаю, чтобы вам пастеризацию, если вы ее проводили, то только с целью созревания, улучшения стабильности своего вина, чтобы вам никогда не пришлось делать это, когда вино заболело, и спасать его. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на сайт с каталогом моих сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч. Пока!